Майя Плюс Спорт К этому добавится локомотив футбольный. Ярославль посетил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. В рамках его визита прошло совещание, где собрались представители данного вида спорта из семи субъектов страны, входящие в Ассоциацию мини-футбола «Золотое кольцо». На встрече обсудили в том числе и перспективы развития мини-футбола на территории Ярославской области. В итоге договорились до того, что в ближайшее время в областном центре может быть создан профессиональный мини-футбольный клуб. Интересно, что у команды уже есть и название «Локомотив». Если все пройдет удачно, то выступать мини-футбольный «Локомотив» сможет либо в Атланте, либо в легкоатлетическом манеже Ярославль, либо в выставочном зале «Старый город». Есть школы, в Ярославле есть высшие учебные заведения. Эти соревнования нужно поднимать, конечно же, на немножко на другой уровень, потому что в других регионах это проходит более качественно. Что касается профессиональной команды, сегодня мы обсуждаем вопросы создания профессиональной команды, может быть, на базе одной из команд, которые уже активно развиваются. Ярославское областное отделение Федерации Кудо-России отмечает 20-летний юбилей. Образованная еще в 1995 году благодаря инициативе нескольких молодых тренеров, Ярославская школа Кудо за это время прошла путь от небольшого зала до одного из крупнейших представительств Федерации в стране. Сегодня по числу занимающихся Кудо является одним из самых популярных видов спорта в регионе. В 12 районах области действуют свои филиалы, а ярославские спортсмены ежегодно становятся победителями и призерами крупных международных и всероссийских соревнований. Главным же событием, посвященным 20-летию областного отделения Кудо, станет всероссийский студенческий турнир на Кубок мэра Ярославля. Он пройдет в нашем городе 4 апреля. Всероссийский турнир тем и интересен, что здесь могут встретиться разноуровневые спортсмены из разных регионов. Потому что если ребята выступают на чемпионате России, то там уже понятно, практически с года в год большинство спортсменов одних и тех же сильных попадает. А вот с другими спортсменами, которых тоже много и они в пятерку лидеров входят, встречаются достаточно редко. Подготовка была очень эффектная. Сейчас стадия подготовки пиковая. Сегодняшний день был заключительный пиковый. Сейчас у нас будут разгрузочные тренировки, разгрузочные дни. Где-то бассейн поплавать, в основном раскидка по лапам. Ничего сложного уже больше не будет. Сильнейшие в Европе ярославские лыжные акробаты Любовь Никитина и Максим Буров стали обладателями Кубка Европы нынешнего сезона. Подведение итогов престижного турнира Старого Света состоялось в минувшие выходные в итальянском Вальмаленко. Там прошли соревнования финального этапа. Оба наших спортсмена уверенно обошли преследователей, набрав по итогам всех стартов наибольшее количество очков. В копилке Никитина их оказалось 411 против 336 белорусской Александры Романовской. Буров же по итогам сезона Еврокубка набрал 510 очков, значительно опередив ближайшего конкурента, британца Ллойда Уоллеса. Отмечу, что в Италии к своей награде Максим сумел приплюсовать еще и серебряную медаль первенства мира. В соревнованиях, состоявшихся 24 марта, приняло участие более 30 спортсменов. Однако обойти ярославца сумел лишь американец Харрисон Смит. Станислав и Любовь Никитина на этих стартах, к сожалению, остались без наград. В Демино состоялся один из самых массовых лыжных стартов. Здесь прошел восьмой традиционный деминский лыжный марафон World Lopet. Затем, как почти полторы тысячи спортсменов преодолевают 50-километровую дистанцию, следила наша съемочная группа. Ночью под Рыбинском заморозке, днем до плюс 10. Главное не прогадать, какую масть нанести на лыжи. На скорости лыжи присасывают к лыжне, они просто теряют скорость. А здесь не дает подсоса и все. Рединистые трассы очень, они сдирают весь парафин, порошок. Ну, на очень тугоплаткие парафины прошли. Фанатов лыжного спорта почти полторы тысячи человек. За победу по-настоящему, впрочем, готовы биться лишь единицы. Цель большинства – испытать себя, дойти до финиша. Детям пообещал, что я проезжу. Решил потихонечку, чтобы не приезжал, дойти обязательно до финиша. Сегодня приятно, что вот это мероприятие состоялось. И главное, то, что мы смогли вот всех гостей, которые мы обнадежили, принять, дать им возможность участвовать в этом соревновании. Хотя погода идеальная, но не для снега. Старт участников поэтапный, с разницей в несколько минут. Флагманы – спортсмены известные. Евгений Дементьев, Алексей Петухов, Александр Панжинский. Российские сборники с места в карьер помчались вперед. Основной пилотон равнялся на их спины. Отчет времени – по часам на стартовой линии трассы. У каждого участника на ногах одеты чипы. И при пересечении финишной линии чип срабатывает, и сигнал поступает и фиксируется в компьютере. Эти часы – главный ориентир для спортсменов. По ним лыжники могут узнать свое время прохождения трассы. Зависит оно, конечно, от подготовки. Кто-то пройдет трассу за два часа, а кто-то за восемь. Несмотря на все опасения, сервисмены не прогадали, а Деменская трасса удивила скоростями. Весеннее солнышко согревало, а время на секундомерах било все рекорды. Финалисты преодолели трассу за один час сорок восемь минут. Погода классная, трасса жесткая. Местами протаяны, но это не беда, потому что плюс десять. Там просто лыжи немножко, где водичка, потупшивают. Победителем главной гонки Деменского марафона, 50-ти километрового забега свободным стилем среди мужчин, стал Сергей Турушев. У женщин победа осталась за белорусской спортсменкой Екатериной Рудаковой. Эстафету от лыжников в Демино приняли гонщики. В минувшие выходные здесь определился новый чемпион Европы по кроссу на снегоходах. По результатам четырех этапов общего турнира, международное жюри объявило абсолютного лидера в общем зачете. Им стал Ули Харман Сьегерн. Кроме того, норвежец был и самым молодым участником соревнований, чемпиону всего 18 лет. Россияне же остались за пределами титульного пьедестала. Соревнования столь высокого уровня под эгидой Международной Европейской Мотофедерации в нашей области проходили впервые. В Ярославле прошел четвертый открытый чемпионат и первенство Центрального федерального округа по Тхэквондо. Для ярославского отделения Тхэквондо эти соревнования стали пробным камнем. До этого чемпионат СФО ежегодно проводился в соседней Костроме. Теперь же ярославские тхэквондисты надеются, что эти старты станут для Ярославля хорошей традицией и дадут толчок к дальнейшему развитию этого вида единоборств в регионе. Путь ноги и кулака. Так в буквальном смысле с корейского переводится слово Тхэквондо. Молодой олимпийский вид спорта, являющийся сегодня одним из популярнейших боевых искусств на планете. 23 клуба, 8 областей. Турнир по Тхэквондо собрал в Ярославле более 500 участников, как опытных, так и совсем юных, еще только начинающих свой профессиональный путь спортсменов. У нас участвуют все возраста, то есть делается такой всевозрастной. 6-8 лет выступают ребята, молодые, которые еще проверяют себя, начинают путь Тхэквондо, будем говорить. 9-10, 11-13, 14-17 и возрастная группа 18-39 лет. То есть взрослые ребята, которые уже имеют опыт, имеют мастерские разряды, выступают на Европе, на мире. Здесь нет болевых захватов. Спортсменам запрещено бить противника рукой в лицо, по затылку, спине и ниже пояса, толкаться или делать подножки. Не случайно Тхэквондо считается одним из самых безопасных единоборств в мире. Поэтому родители с охотой отдают заниматься своих детей этим видом спорта. Причем идут Тхэквондо как мальчики, так и девочки. Я занимаюсь 6 лет Тхэквондо. И раньше мой брат только ходил на Тхэквондо. Я решила тоже попробовать. Пошла, мне очень понравилось. А что тебе понравилось? Ты же девочка, куклу должна быть, нет? Не всегда. Мне больше нравится драться. Некоторые мальчики в детском саду меня все время обижали. И мне это надоело. Я могу за себя постоять. Тхэквондо! 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 И тело имеет обычную форму. То есть нет каких-то, как в других видах спорта, жестких критериев на силу на что-то. Нет. Человек остается легким. Учтивость, честность, настойчивость, самобладание и непоколебимость духа. Вот основные принципы Тхэквондо. Как всего этого добиться? У каждого спортсмена есть свой ответ на этот вопрос. Главное прикладывать старания. Стараться тренироваться, не лениться. Ну и следить за питанием, за фигурой, чтобы быть легким. Ощущать себя легко. Для Ярославля это первый опыт проведения соревнований по Тхэквондо межрегионального уровня. И первый блин, как видится, не вышел комом. Теперь в планах ярославских тхэквондистов в будущем принять у себя соревнования чемпионата России. Рыбинец Дмитрий Доколин стал бронзовым призером Кубка Европы по шорт-треку. Финальный этап этих соревнований состоялся в немецком Оберсдорфе. В нем приняло участие более 60 спортсменов. Свою награду воспитанник рыбинской с дюшор номер 4 выиграл по сумме многоборья. Несмотря на неубедительный результат, показанный спортсменом на дистанции 1500 метров, Дмитрий сумел наверстать упущенное в последующих стартах. В итоге рыбинец выиграл забег на 500 метров, стал вторым на дистанции 1000 метров и финишировал третьим в суперфинале на 1500 метров. Следующим соревнованием в графике спортсмена значится чемпионат России, который уже завтра стартует в Рыбинске. Ярославские бадминтонисты вернулись с наградами из Калуги, где проходило первенство Центрального федерального округа. Ольга Прибыткова и Анастасия Кузнецова стали победителями в личных соревнованиях среди спортсменов до 19 лет. А Егор Борисов и Алена Королева первенствовали в возрастной категории до 15 лет. В командных соревнованиях сборная Ярославской области до 19 лет заняла третье место, а в категории до 15 лет ярославцы стали вторыми. Отметим, что всего в соревнованиях приняло участие более 140 спортсменов из 10 регионов России. Это была программа «Я плюс спорт» и я ее ведущий Михаил Журавлев. Живите спортом и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова